Леонардо Ди Каприо. Тот самый парень из Титаника. Именно так о нем бы сегодня говорили все, если бы в последующие 20 лет после выхода этого фильма Лео не превратился из смазливого паренька в настоящего мужчину, гениального актера и прекрасного во всех отношениях человека. Леонардо имеет в копилке все самые крупные кинонаграды – Оскар, Три золотых глобуса, премию Британской киноакадемии и Серебряного медведя. Именно благодаря своему таланту и любви к актерскому мастерству он избежал участи актера одной роли, сыграв самых разных персонажей – от героев-любовников до отвязных негодяев, и все его роли отличались глубиной и жизненностью. Ди Каприо оказался связан с искусством еще до своего рождения. Самым необычным именем он обязан случаю. Когда Лео впервые задвигался в животе у матери, она рассматривала в музее картины Леонардо да Винчи. Его мать увидела в этом знак судьбы и не ошиблась. Но несмотря на всю славу, Ди Каприо остался простым, дружелюбным человеком. Звездная болезнь – это не про него. Во многом его характеризует фотография, сделанная в Каннах, на которой он отдает свой зонт актрисе Элизабет де Бике, сам оставаясь мокнуть под дождем. И в этом весь Лео. Любовь, дружба и мир – это то, что Ди Каприо ценит больше всего. Во всем при этом Леонардо, хоть и выступает в роли миротворца, далек от политики. Он мыслит более масштабно. И пока в мире разгорались санкционные войны, он по-настоящему спасал мир, жертвуя миллионы долларов на решение экологических проблем, таких как изменение климата, исчезновение редких животных, сохранение океана и морской фауны. Он говорит об этом с самых высоких трибун. Ди Каприо неспроста выбрал этот путь. В детстве он мечтал стать океанографом. И даже слава не изменила его истинных ценностей. Несколько лет назад Лео купил остров Беллис в Карибском море. Казалось бы, вот он поступок типичного миллионера. Но и в этот раз Ди Каприо удивил весь мир, рассказав, что намерен построить на острове экологический курорт. Я не отправился бы на Беллис. Не купил бы этот остров, если бы не преследовал идею создать что-то новаторское в плане защиты природы. Мы ответственны за создание будущего, в котором население Земли не разрушает среду обитания. Что касается дружбы, то для обитателей Голливуда это большая редкость. В актерской среде слишком много притворства и зависти. Но у Леонардо есть лучший друг, с которым он познакомился еще в детстве. Это актер Тоби Магуайер. Их часто можно встретить в каком-нибудь пабе или на трибуне во время бейсбольного матча. Магуайер многим обязан Ди Каприо. Взлет карьеры Тоби произошел после фильма «Человек-паук». Причем, что удивительно, на главную роль планировался Лео. Но он предпочел уступить ее своему другу, который в то время переживал творческий застой. Вот такая дружба. Ну а любовь для Лео – это все. Он до сих пор не женат. У него были отношения с красивейшими женщинами – Жизель Бюнтхен, Барро Фаэлли и Блэк Лавли. Но назвать его сердцеедом язык не поворачивается. Наверное, Ди Каприо просто слишком любвеобилен. И именно поэтому он не торопится связать себя узами брака. Кому как не Лео можно простить подобную легкомысленность. Но самая главная любовь Ди Каприо – это его мама Ирмелин. Леонардо не устает говорить, что этой женщине он обязан всем. Она поддерживала его на протяжении всей карьеры. Сумела воспитать его как настоящего мужчину. Поэтому по красным дорожкам он чаще всего ходит под руку с мамой, а не с очередной возлюбленной. Однако сам Леонардо относится ко всем этим светским выходам довольно просто. Он уже не жаждет признания. Хотя его тронули поступки фанатов, которые много лет требовали вручить ему Оскар. Пока это не случилось в 2016 году.